На канале ОТС новости утра. В студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте. В этом выпуске вы узнаете о том, хватает ли в регионе педиатров, о кулинарных конкурсах для особых людей и об открытии сезона морожевания. Но обо всем по порядку. В Новосибирской области не хватает врачей-педиатров. На одну вакансию приходится 0,3 резюме. Об этом сообщили аналитики сервиса Headhunter.ru. В области средняя зарплата детских врачей составляет 50 тысяч рублей. Этот показатель на пятом месте среди регионов Сибири. Больше всего платят педиатрам в Красноярском крае и Иркутской области 67 и 59 тысяч рублей. Самый острый дефицит кадров в Кузбассе и в Алтайском крае. Минздрав России поддержал предложение партии «Новые люди» о введении единого федерального оклада для медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, увеличение доходов врачей остается для ведомства главной темой. Средняя зарплата медсестер и фельдшеров по стране 48 тысяч рублей. При этом 60% работает на полторы или две ставки. Депутаты от партии «Новые люди» предлагают ввести оклад не меньше 75 тысяч рублей на территории страны. В Минздраве с этим согласны. Но с оговоркой. Единую отраслевую систему оплаты труда возможно создать только через три года. Напомню, ранние «Новые люди» обратились подобной инициативой в Министерство образования, чтобы такая же нижняя планка в 75 тысяч была установлена для зарплаты учителей. Большинство россиян никогда не обращались к психологам. По данным опросов, ЦИОМ таковых 90%. При этом за последние 13 лет жители Российской Федерации вдвое чаще стали прибегать к помощи специалистов. Потребность поговорить по душам выросла у молодежи до 25 лет. Именно эта категория граждан больше других подвержена стрессу. А вот представители старшего поколения по привычке справляются с негативом самостоятельно. Такой же позиции придерживаются жители отдаленных населенных пунктов. Гастроизуски своими руками. В Новосибирске проведут бесплатные кулинарные мастер-классы для самозанятых. Сегодня участники освоят технику приготовления суши. Занятие проведет вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Сибири Николай Ильин. Эксперт расскажет, как правильно варить рис, готовить соус им классический, соевый, острый, кунжутный. Также в программе тонкости работы с рыбным филе. В Новосибирск привезли первых зеленых красавиц. 2000 пихт прибыли к нам в наш регион из Кемеровской области. Продукция полностью безопасна, говорят в Россельхознадзоре. Ведомстве поясняют, хвойные деревья – товары высокого фитосанитарного риска. Их всегда проверяют на наличие карантинных насекомых-вредителей. Например, листовертки. В зимнее время года они могут прятаться в стадии яиц на ветвях дерева. А жуки-караеды и лубоеды могут скрываться под корой. Поэтому при увозе в наш регион деревья тщательно обследовали. И товар успешно прошел контроль. Уже скоро пихты появятся на елочных базарах области. Когда погода не помеха. Новосибирские моржи открыли купальный сезон. Они устроили заплыв в Апском водохранилище. Столбик термометра показывал минус 12 градусов. Кадрами купания сибирские моржи поделили в социальных сетях. Группа людей в купальниках бесстрашно погружается в ледяную воду. Место принятия водных процедур – участок Аби, недалеко от базы «Маяк». Активистам пришлось даже прорубить прорубь. Водохранилище уже покрылось коркой льда. Кстати, самый возрастной участница заплыва 81 год. Правда, врачи напоминают, без подготовки в холодную воду заходить нельзя. Это дело не для новичков. Перед моржеванием необходимо пройти курсы закаливания. Новосибирским школьникам разрешили не ходить на уроки в морозы. Антициклон с Крайнего Севера принес в Новосибирск морозы. По данным Департамента образования мэрии Новосибирска, опасным для дошкольников и учеников с 1 по 4 классы считается похолодание до 25 градусов. Ученикам 5-9 классов позволено отказаться от занятий, если столбики термометров упали до минус 30. Старшеклассникам разрешают не ходить на уроки при минус 35 градусах. Но в любом случае решение о посещении образовательного учреждения родители могут принять самостоятельно и под свою ответственность. При этом важно учесть не только показатели уличных градусников, но и силу ветра, расстояние до школы и переносимость ребенком морозов. О том, что ученик не придет, нужно сообщить по телефону классному руководителю или в администрацию школы. Самый холодный день на этой неделе именно сегодня. Днем синоптики прогнозируют до минус 21 градуса. Снегопада не будет, сильного ветра тоже. Воспитывать детей на личном примере старается многодетная мама из Куйбышева Анна Бурдыка. Вместе с мужем она воспитывает четырех сновей. А ведь когда-то мечтала только о дочке и сыне. Я не думала, что у меня будет большая семья. Я думала, у меня будет сын и дочь, и все. Ну вот, получилось так, что у меня четыре сына. Семью Анны Бурдыка проще всего оказалось застать в спортивном зале. Увлеченная мама смогла привить любовь к занятиям и своим сыновьям. Никита Егор – призеры областных и всероссийских соревнований по рукопашному бою. Пятилетний Богдан пока осваивает общефизическую подготовку. Как говорят, как вы воспитываете детей? Мы воспитываем себя, а дети нас подражают, они копируют родителей. Я стараюсь жить так, чтобы мне не стыдно было потом. Со своими мальчиками она старается всегда быть открытой и честной. Того же требует и от них. Мама у меня добрая, самая говнодзывчивая. Ну да, бывает там иногда строго. Спортивная тоже. Много внимания уделяет на воспитание именно. Учит. Родители учат быть самостоятельными и трудолюбивыми. Сыновья не только помогают отцу управляться с хозяйством, без которого в большой семье нельзя, но и делят с мамой домашние обязанности. Помогаем по лесу. Быть по солу. Такая забота очень кстати, говорит Анна. Рабочий день инструктора по физической подготовке заканчивается поздно. И тем не менее, обязательно вечером семейный ужин созвон со старшим сыном Ильей, который живет в Новосибирске, и обсуждение дня с младшими. Мама у нас просто, наверное, от нее энергичная женщина. Она все успевала за день, много-много чего. У нас тоже большая семья, у родителей. Это уже у меня три брата и сестра. Я росла в многодетной семье, и я знаю, как это. И меня это не напугало, что столько детей у меня. Я чувствовала, что я смогу. Я в себе силы чувствую, что я их смогу вырастить. У меня еще есть силы вырастить их. Именно в этом, по мнению Анны, и заключается настоящее счастье. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Пообедать за столом законно. С 1 сентября 2023 года пассажиры российских поездов смогут занимать нижние места для приема пищи. Соответствующий приказ подписали в Министерстве транспорта Российской Федерации. По новым правилам пассажиру дано полчаса на завтрак с 7.00 до 10.00, не более часа на обед с 12.00 до 15.00 и полчаса на ужин с 19.00 до 21.00. Отмечается, что изменения вводят из-за большого количества жалоб, но невозможность воспользоваться столиком путешествия на верхних полках поезда. В театральном сквере построят новогодний городок. Его стоимость больше 2 миллионов рублей. Аукцион на декорирование, оформление площади у Навата объявили на сайте госзакупок. Согласно контракту, подрядчик должен будет доставить тонны льда в центр мегаполиса и изготовить из него фигуры, ограду вокруг елки. А главное, 100-метровый забор с художественной резьбой и выемками для лавочек. Кроме того, исполнителю предоставят творческую свободу. Он должен будет выбрать декор по своему вкусу. Заявки принимают до 24 ноября. Срок выполнения работ со 2 по 22 декабря. Почти половина россиян поддерживает введение стандарта школьной формы. Отцы чаще матерей согласно одеть детей в едином стиле. Таковы данные исследования сервиса Суперджоп. С инициативой стандартизации внешнего вида школьников выступили в Министерстве просвещения страны. 42% жителей Российской Федерации согласны с предложением. Еще 18% за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация учебного заведения. Нашлись те, кто уверен, форма совсем не нужна. Отмечу, чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет. При этом, чем выше доход у граждан, тем лояльнее они относятся к единому стилю одежды. Предупрежден, значит вооружен. Новосибирские медики приглашают на бесплатную диагностику рака молочной железы. Заболевание коварное, но на ранних стадиях его можно полностью вылечить. В областном онкодиспансере проведут профилактические осмотры. Принять участие приглашают женщин старше 18 лет, которые не проходили маммогологическое обследование в течение полугода. Имеют жалобы на новообразование и изменение кожных покровов молочных желез. Или входят в группу риска. Пациенткам проведут скрининговое УЗИ или маммографию, а также консультация профильных специалистов. Обследование будут делать 25 и 27 ноября по адресу улицы Плохотного, 2, с 9 до 16 часов. Необходима предварительная запись. Номер и телефон указан на вашем экране. Дефицит руководителей. Такая проблема все отчетливее видна на рынке труда России. Это подтверждено недавним исследованием сразу двух интернет-сервисов по поиску работы. Обоюдные ожидания не сходятся. Кандидаты в руководители стали предъявлять работодателям завышенные требования по зарплате. Таковых более 50%. Но при этом будущие начальники требуют долгий период на освоение внутренних процессов компаний. Что нанимателя, конечно, не устраивает. Есть мнение экспертов, что именно сейчас Россию настиг эффект демографической ямы 90-х годов. На рынке труда не хватает квалифицированных управленцев в возрасте от 30 до 40 лет. В Новосибирск с концертами приехал Петр Дранго. Музыкант исполнил обещания данной публики в августе. В Новосибирске я был раз в 25-30 и еще с удовольствием приеду, потому что я очень люблю. Я очень люблю этот город и я очень люблю все, что связано с Новосибирском. К сожалению, у меня не получилось еще пройтись вот так вот по Новосибирску. Хотя бы один раз взять и остаться на 2-3 дня. Но каждый раз приезжаю, я загадываю. Вот сегодня у меня будет возможность здесь провести вечер после концерта. Может быть, что-то получится. Летом аккордеонист принял участие в большом концерте, посвященном Иосифу Кобзону. Тогда Петр Дранго приехал в составе настоящей сборной российской эстрады. И вышел на сцену филармонии ненадолго. Нынешний визит не такой скоротечный. Накануне Петр выступил в Доме ученых Академгородка. А сегодня вечером выйдет на сцену киноконцертного комплекса имени Маяковского. Дранго представит новую программу «Музыка народов мира». Концерт включает в себя народные песни, не характеризующие быт и культуру разных национальностей. Главную елку мегаполиса установят в театральном сквере у оперного театра до 1 декабря. В праздничной конструкции используют ветви живых елей. Власти мегаполиса объявили конкурс на установку новогодней елки. По данным сайта госзакупок, стоимость работ более 1,6 миллионов рублей. Установку дерева проведут в рамках реализации проекта «Новосибирск. Новогодняя столица России». Высота дерева 21 метр. Оно будет состоять как из искусственных, так и из натуральных ветвей. Еле украсят двумя тысячами шаров, снежинок и фонариков. На макушке установят красную звезду. Пришлось затянуть пояса. Россияне стали больше экономить на подготовке к Новому году. Таковы данные чека индекса. Специалисты проанализировали информацию больше миллиона онлайн-касс страны. Так, средний чек на покупку искусственной елки уменьшился примерно на 7% по сравнению с прошлым годом. И составил чуть больше 3 тысяч рублей. И это несмотря на то, что из-за инфляции цена товара наоборот показала рост. Главный новогодний напиток – шампанское – сейчас покупают на 3% дешевле. Средняя цена – 374 рубля за бутылку. На мишуре тоже стали экономить. А вот в сладостях россияне решили себе не отказывать. Спрос на кондитерские подарки вырос более чем в два раза. Самый популярный вариант – набор из конфет, мармелады и печенья. За 700 граммов жители страны отдают в среднем около 700 рублей. И к этой минуте информация вся. О развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами.